всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала ох сегодня хочу с вами поделиться своим рецептом обычного омлета смотрите какой он у меня красивый высокий получается ведь еще дымок даже идет и он невероятно вкусный прям как из детства омлет из детства вот в нашей семье мы его обычно едим с баклажановым салатом а рецептом баклажанового салата я с вами уже делилась нежненький и невероятно вкусный а салатик а салатик это песня не омлет сейчас расскажу все тонкости и нюансы этого рецепта мам вкусно очень вкусно обалденно омлет могу язык проглотить можно так вкусно а понадобится нам вот такой простой набор продуктов у меня 9 яиц кусочек сливочного масла соль и конечно же молоко что мы делаем мы солим взбалтываю абсолютно вилка не миксером у нас с вами задача чтобы все яйца были однородной массы всего так что дальше дальше включая сковородку чтобы она уже начала разогреваться так яйца мы с вами взбили и вот здесь вот у меня ровный литр молока и выливаем молоко на это количество я выливаю ну литр мин кажется многовато поэтому видите немного оставила и опять начинаю взбивать теперь нам нужно это все перемешать воедино на этом этапе я обычно пробую еще раз на соль вот соли мне недостаточно потому что молока же много добавляющего соли еще немного взбалтываем пробуем отлично на соль достаточно вот такое количество масла нам понадобится ну наверное одна столовая ложка с горкой свежих не буду потому что я на самом деле не понимаю такие рецепты где написано 125 грамм 12 грамм или еще чего не вот прям на глаз чуть больше чуть меньше это уже неважно из-за того что вы положите маслица должно быть моем понятии нем немало потому что все таки омлет будет вкуснее так масло наше с вами сейчас разойдется убавляем немножко огонь выливаем нашу яичную молочную смесь сковороду неважно что масло немножко не разошлось убавляю ну почти на маленький огонек и прикрываем крышкой вот крышкой накрываем чуть-чуть оставляю зазор такой омлет я обычно готовлю или в сковороде или в принципе все то же самое можно сделать в духовке на 180 градусов и минут на 40 на 50 ставлю но в духовке он получается с корочкой сверху можно даже без корочки сделать если сверху положить пергаментную бумагу ну сковородке мне кажется он более нежный получается ну все и вот в таком виде он у меня будет сейчас наверное томится я так думаю минут 25-30 прошло буквально 10 минут у меня маленький огонь на комфорке видите как он красиво начинает пахтеть обычная крышку не открываю единственное что я делаю я я его поворачиваю слегка потому что любая комфорка она с какой-то страны больше с какой-то страны меньше поджаривает у меня прошло ровно 19 минут теперь я выключаю омлет а как я его проверила готов он или нет вот смотрите у него нету а сила объясню нет у него вот он у вас прям играет весь видите нету таких вот жидких частей теперь нужно закрыть полностью крышку и оставить минут на пять ну что дорогие мои прошло пять минут для чего это нужно для того чтобы наш с вами омлет уплотнился видите вот я сейчас шатаю сковороду и у него уже совсем другая конститенция смотрите как прям разрезается прям вообще красота правда сейчас я вам все покажу ну вот отсюда будем вытаскивать смотрите какой красивый и вот такую красоту мы с вами сегодня сделали правда всем приятного аппетита готовьте с удовольствием всем мира добра и любви а пока пока